Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня мы расскажем вам, как же все-таки разблокировать загрузчик и последовательность ваших действий, если вы купили свой новенький девайс в Китае и если этот девайс принадлежит компании Xiaomi. Итак, это новое видео, мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, в последние полгода, начиная с Xiaomi Redmi 3, Note 3 и Note 3 Pro и в последующей модели у всех смартфонов от компании Xiaomi загрузчики заблокированы. Сейчас я вам вкратце расскажу последовательность ваших действий для того, чтобы этот загрузчик разблокировать и в принципе установить проблему, во-первых, локализации. Вы не сможете установить прошивку при случае, если у вас загрузчик заблокирован русскоязычный или тот того языка, на котором вы разговариваете, если это не английский. И последовательность ваших действий такова. В первую очередь вы должны пройти по ссылочке в описании на профильную тему на сайте FOPDA, где подробно расписано достаточно очень хорошо и понятным языком, что вам надо пройти на соответствующий сайт от компании Xiaomi в графу разлочка, то есть отвязка, там заполнить определенные данные и после этого ждать в течение 10-20 дней смс с подтверждением, что вам разрешено разблокировать устройство. Сразу здесь небольшая заметочка. Разрешение на разблокировку загрузчика дается не конкретно телефону, а непосредственно аккаунту. Вы можете на своем аккаунте после прохождения, то есть после того, как вам разрешили разблокировать загрузчик, разблокировать одно устройство раз в месяц, даже свое, чужое, без разницы, чье-либо. Вероятность отказа велика, она составляет порядка, опять же по статистике от пользователей, русскоязычных пользователей, она составляет порядка 80-85% на сайте, опять же на форуме FOPDA написано, описано все ситуации, как этого избежать и что надо сделать для того, чтобы это разрешение получить. Я действовал двумя одновременно способами. В итоге больше чем через 10 дней пришло смс к тому, что я могу разблокировать загрузчик на своем устройстве. Но не все так просто. После того, как вы получили данное разрешение, это не значит, что вы можете смело накатывать custom recovery и устанавливать русскоязычную прошивку. В первую очередь вам надо, опять же, по ссылочке в описании найти определенную программку, которая называется Mi Unlock. Если вы не знаете, то есть не на 100% уверены, разблокировано ваше устройство или нет, загрузчик вашего устройства, если вы включите и зайдете под своим аккаунтом, то есть она попросит зайти вас под своим аккаунтом Xiaomi в данную программу, если вы видите вот такое вот изображение, которое вы видите сейчас перед собой на экране, то это означает, что разрешение получено. Если же вы увидите надпись на английском языке типа «извините, пройдите на сайт», там, бла-бла-бла, на сайт MIUI, то, соответственно, разрешение не получено. После того, как вы скачали и установили данную программу, вы берете свой долгожданный смартфон от компании Xiaomi, в нашем случае это Redmi 3 Pro, вводите в нем свой аккаунт, после этого вы выключаете, вводите его в Fastboot режим, кнопка включения и кнопка регулировки громкости вниз, появляется вот такой вот, прошу заметить, зайчик. После того, как появляется зайчик, после того, как вы установили программу на компьютер, вы подключаете свое тело непосредственно к компьютеру и сталкиваетесь с определенной проблемой. В принципе, вроде как все решено, но фиг там плавал. Компания Xiaomi, это все-таки китайские сервера, там не совсем развит интернет в том понимании, в котором он развит в европейских странах и во всем остальном мире, поэтому не сразу все это дело обрабатывается и не сразу идентификация вашего устройства попадает на сервера Xiaomi. Поэтому вы можете столкнуться со следующей проблемой, не паникуйте, просто вам придется ждать еще дополнительное время от 2 до 10 дней, опять же, как описывают пользователи форумов ОПДА. Мы нажимаем, нам осталось нажать, то есть здесь у нас горит фазбут, здесь у нас есть кнопка unlock, и здесь сейчас не дойдет больше, чем до 50%, оборвется и будет вот такая вот красная штука о том, что девайс не верифицирован, то есть не распознан. Я почитал об этой проблеме и расскажу о ней вам. То есть вам просто надо, во-первых, ничего не делать, то есть уже сегодня ничего сделать не получится, разрешение на блокировку уже дано и все будет нормально, вам придется просто подождать дополнительные 2-10 дней. То есть отсюда сделаю вывод, что примерно раз в сутки подключайте телефон в фазбут режиме к компьютеру, включайте эту программу, заходите под своим аккаунтом, нажимаете кнопку unlock, и после того, как у вас здесь появится, там где сейчас красный крестик на пунктике, появятся три таких зелененькие галочки, ваш бутлоудер разблокирован. После этого вы можете смело накатывать кастом на рекавере и уже устанавливать русскоязычную прошивку. Вот такой вот гид, и если честно, я очень-очень-очень недоволен тем, что компания Xiaomi в своих последних вот этих вот модельках сделала то, что она сделала. На самом деле, мне кажется, что надо вернуть все на старые добрые рельсы, и чтобы у пользователя не было никаких проблем. Я не знаю, в связи с чем это связано, может в связи с тем, что она собирается покорять официальный рынок страны СНГ, но на самом деле, покупая устройство оверчем за 150 долларов, вы сталкиваетесь с проблемой о том, что вы потратите время, вы потратите силы и велик процент отказа, вам придется заводить какие-то новые аккаунты, и вообще нахрена вам это все надо, если можно, в принципе, за эти же деньги купить какое-то другое устройство, потому что, в принципе, он, этот смартфон, не помазан алмазами, то есть как бы не лечит от спида или еще чего-то, то есть не содержит в себе никаких уникальных функций, которых нет в другом смартфоне, примерно в такую же ценовую категорию. Но это уже тема отдельного ролика, и, скорее всего, он совсем скоро выйдет, обязательно поддержите нас лайками, поддержите нас репостами в социальные сети, которыми вы пользуетесь, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте и пользуйтесь нашим сайтом, купоном.gradgetmania.ru, мы с радостью вам сообщаем о том, что мы туда добавили купоны, каждодневно прям обновляется, купоны от Алиэкспресса, их достаточно много, и совсем скоро изменится еще и внешний вид данного ресурса, поэтому экономьте на своих покупках в интернете, а мы с вами совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!